Игорь Александрович Яковенко, известный журналист, ютуб-блогер. Игорь Александрович, приветствую вас. Здравствуйте, Дарья. Хотел бы сразу начать. Вообще, Борис Джонсон вчера встречался с Трампом, назвав его президентом. Он сказал о том, что Трамп будет совершать благие дела для Украины. Это достаточно странная была встреча, странное заявление. Плюс, естественно, что в последние несколько дней все обсуждают Трампа, что он, возможно, победит Байдена в связи с покушением. И уже Трамп представил нового вице-президента, человек, который очень похож на него. И все обсуждали также, насколько менялась риторика вице-президента уже Трампа от ненависти к Трампу теперь до такого статуса. Вообще, как вы оттяниваете все последние события, которые происходят в Соединенных Штатах Америки? Ну, я не вижу там ничего хорошего, потому что действительно вероятность того, что следующие четыре года пройдут под президентством Трампа. Это, во-первых, резко увеличивает хаотизацию процессов, потому что человек непредсказуемый. И приходит он с целью разрушать, с целью, так сказать, мстить, с целью дезорганизовывать. Ну и кроме всего прочего, конечно, все-таки мы, ну я, по крайней мере, точно не живу в Соединенных Штатах Америки. И поэтому то, что внутренняя политика, меня США, прямо скажем, не очень волнует. Меня волнует власть в Соединенных Штатах Америки исключительно с точки зрения, хорошо ли это для тот или иной вариант власти, хорош ли он для Украины прежде всего. И здесь, естественно, президентство Трампа это для Украины плохо. Потому что Трамп идет с планом мира, который в его понимании выглядит так, что он будет ломать через колено Зеленского и Путина, значит, для того, чтобы заключить мирный договор. Что касается успеха этого мероприятия, я думаю, что ни то, ни другого у него не получится. Но, по крайней мере, он сказал, что если Зеленский не согласится на мирные переговоры, то и вообще на заключение мира, то он прекратит финансирование Украины. И вот этот вариант, он просматривается. И тем более, что его вице, которого он себе взял, Вэнс, он с самого начала говорил, что совершенно не нужно поддерживать Украину, что Украина должна отдать часть территорий России. Это прямые его слова. И в значительной степени это совпадает и с риторикой Трампа. То есть, ну, хотя Трамп прямо так не говорит, но, во всяком случае, речь идет именно о том, что должны быть какие-то мирные переговоры с Путиным. А какие могут быть мирные переговоры с Путиным? С ним могут быть только разговоры о полной окончательной капитуляции Украины, судя по тем условиям, которые он выдвинул. Поэтому я думаю, что все это носит достаточно плохой характер для Украины. Так что вот эти события, которые... Да, естественно, это трагедия, когда стреляют в любого человека, а тем более президента. Но этот выстрел, в ходе которого Трамп был очень легко ранен, у него немножко пострадало ухо, но это, безусловно, повысило его шансы. Потому что он теперь в ореоле мученика, в ореоле потерпевшего. И это всегда вызывает сострадание, всегда вызывает ощущение того, что не хотят пустить любой ценой. И, значит, вот это приведет к некоторому, ну пусть, скорее всего, небольшому, но росту голосов за Трампа. И без того, вероятность того, что он выигрывает, она была довольно велика. А сейчас она стала уже, ну, очень близкой к 100%. Уважаемая аудитория, традиционно просим вас поставить лайк этому видео, подпишитесь на YouTube-канал Игоря Яковенко, подпишитесь, пожалуйста, на мой YouTube-канал «Да счастливый» и напишите в комментариях ваш анализ, ваш взгляд, ситуацию в целом. Игорь Александрович, вот буквально накануне издание Акши сделал публикацию о том, что Трамп не был ранен пулей, он был ранен осколком от суфлера. И в связи с этим такое легкое ранение, которое все обсуждали. И опять же, Америка разделилась, и не только Америкой, но и Мир разделился на два лагеря. Одни считают, что это было ужасающее покушение на жизнь Трампа, которое могли организовать кто угодно. Другие считают, что это была инсценировка. Какому из лагерей принадлежите вы, и интересна ваша аргументация? Вы знаете, то, что, когда говорят, что это инсценировка, я думаю, что это такая тяжелая форма конспирологии головного мозга, потому что, понимаете, вне зависимости от того, был ли ранен Трамп пулей или был ранен осколком от суфлера, но все равно это суфлер, он крепится к голове, он не находится где-то на расстоянии метра от человека. Поэтому это в любом случае выстрел с пулей пролетело в миллиметрах от головы Трампа. И понятно, что подобного рода инсценировка – это путь к самоубийству. Потому что с такого расстояния, миллиметр влево, миллиметр вправо, и подобного рода инсценировка могла просто, если это действительно была, представить себе, что это инсценировка, организованная, видимо, я так понимаю, мнение, мысли авторов этой идеи самим Трампом для поднятия собственного рейтинга, то в данном случае Трамп просто очень сильно рисковал сойти с дистанции в силу, так сказать, просто смерти. Потому что на таком расстоянии такие упражнения, они смертельно опасны. Ну и кроме всего прочего, установлена личность Стрелка. И эта личность исключает всякую возможность, что его как бы наняли для инсценировки. Молодой парень, явно непрофессиональный человек, в общем, так сказать, ну явно, так сказать, совершивший какой-то спонтанный поступок с не очень ясными целями, тем более, что он вроде как республиканец сам. Ну, видимо, все-таки, что-то у него там в голове против Трампа было. Но явно это не непрофессиональный убийца, не тот, кого нанимают. Вот таких людей, конечно, не нанимают. Поэтому я абсолютно исключаю варианты инсценировки. Ну, как и всегда, я не очень склонен к конспирологии. Я считаю это, как правило, в общем-то, ну каким-то отклонением. Ну, а что касается самого убийства, то попыток покушения на убийство, это действительно было покушение на убийство, но неудачное. Кстати говоря, я вообще не знаю, не могу назвать ни одного президента за всю 250-летнюю историю Соединенных Штатов Америки, когда бы, чтобы на него, на какого-то президента не совершались покушения. Потому что четыре президента были убиты в ходе покушения, трое в истории Соединенных Штатов Америки были ранены, причем в основном тяжело ранены. Так что Трамп, можно сказать, легко отделался. Да, Елена Александровна, что-то еще появилась новая информация, вот я сейчас позволю себе ее прочесть. CNN пишет, что власть США получила информацию о том, что Иран якобы, такая интересная формулировка якобы, планировал покушение на Трампа. По информации CNN, покушение планировалось как ответ на убийство Косема Сулеймани, одного из командующих Максира, которого было ликвидировано именно в январе 2020 года. Варианты, которые планировались иранцами для убийства ради мести, также известно о еще одном политическом деятеле. Это госсекретарь того времени США Майк Помпео. Что скажете? Я не знаю, как комментировать. Это информация, которую я не в состоянии сам лично проверить. Поэтому можно принять это на веру. Но я не думаю, что вот эта информация имеет отношение к тому покушению, который мы с вами только что анализировали. То есть явно связь между Ираном и вот этим вот парнем, она нулевая. Вот. Другой вопрос, что здесь уже говорят, что это, возможно, не последнее покушение на Трампа. Вот в этом можно поверить. Что же касается Ирана, то все-таки я думаю, что с этой стороны все-таки вряд ли есть какая-то большая опасность. Но в любом случае все-таки тут мотив очевиден. Мотив очевиден. Но опять-таки, я еще раз говорю, к этому покушению данная информация не имеет никакого отношения. Игорь Александрович, на самом деле все обсуждают фигуру Байдена в том числе. Почему Байден не готов уйти с президентской гонки, учитывая то, что буквально в конце прошлой недели демократы, которые финансируют Демократическую партию, сделали заявление, что они заморозили 90 миллионов долларов, которыми финансируют Демократическую партию по той причине, по которой они хотят. Это произошло до покушения на Трампа. Они хотят, чтобы Байден не продолжал президентскую гонку и не хотят другого кандидата. Но Байден упорно говорит о том, что он еще на коне. Это прямая цитата. Я нахожусь на коне. Я готов к новым дебатам с Трампом, которые происходят в сентябре этого года. В общем, у него такая бравада. Он уверен, что он победит, но по социологии он проигрывает по всем пунктам. В связи с этим у меня вопрос. Почему демократы не могут заменить или надавить еще сильнее на Байдена и не является ли это катастрофой? То есть, если Байден останется от президентской гонки, катастрофой для Украины прежде всего. Вы знаете, я думаю, что тут с чего бы я начал наш разговор на эту тему? С того, что у демократов нет какого-то кандидата, про которого можно было бы сказать, что вот это кандидат, который 100% победит Трампа. И поэтому вот с таким аргументом на перевес можно было бы идти штурмовать Байдена. То есть, если бы был вот кандидат, который действительно по всем данным, по данным опросов побеждает. Ну, вроде говорят о том, что таким кандидатом является Мишель Обама. Хотя я не уверен, что это так. Но, по крайней мере, даже если это так, не имеет никакого значения, потому что она не хочет. Она просто отказывается. Были, насколько я понимаю, разговоры с ней, она не хочет. А так, в общем, в принципе, все кандидаты, которые могли бы быть вместо Байдена, они, в общем, не имеют более высоких шансов на победу, чем Байден. И это существенно снижает аргументацию тех, кто хочет предложить Байдену и предлагает Байдену уйти. Потому что замена не лучше. То есть, замена, может быть, не заикается, замена, может быть, не оговаривается, замена, может быть, более молодая, но они не лучше. Потому что все-таки Байден очень раскрученная фигура. Короче говоря, вот это главный аргумент, главные обстоятельства, которые препятствуют вот такому серьезному, сильному нажиму на Байдена. Ну, а что касается самого 46-го президента Соединенных Штатов Америки, то он совершенно очевидно все-таки... Ну, слушайте, сколько? 60 лет он в политике. 60 лет в политике. И это вырабатывает. Это очень серьезная деформация. То есть, это человек, в общем, привык быть во власти и не очень готов от этой власти оторваться. Власть – это наркотик. Это такая штука, штука достаточно... Ну, не только власть, вот, долгое пребывание в эфире тоже, кстати говоря, наркотик. Но имеется в виду не такой, как у нас с вами, а вот большие федеральные эфиры – это серьезный наркотик, который деформирует человека. Вот. Но и власть в первую очередь. Поэтому я думаю, что объяснить это можно именно этим. Он долго шел к власти, он долго пребывал в ней. И поэтому... Ну, у него, безусловно, искажения. У него, безусловно, искажения, он не воспринимает свое состояние адекватно. Это, к сожалению, это часть проблемы. Так что я думаю, что там, ну, все-таки, когда человеку сильно за 80 уже, то здесь трудно, трудно, так сказать, его критиковать. Вот. Поэтому я думаю, что его трудно будет убедить. А что касается демократической партии, то традиция есть. Все-таки вот не принято как-то действующего президента насильно отрешать от возможности поучаствовать в выборах. Так не принято. Есть традиции. Конечно, демократы могут нарушить эту традицию. Но, опять-таки, они бы это сделали. Я не сомневаюсь, что эта традиция была бы нарушена. И Байдена просто поставили бы перед фактом. Но, опять-таки, а на кого? Вот. Никакого проходного, ну, по крайней мере, убедительно проходного кандидата у демократов нет. Это действительно может быть большой серьезной трагедией. Но это же не трагедия не только демократов. Это трагедия всей избирательной системы Украины, вернее, Соединенных Штатов Америки. Потому что у республиканцев тоже очень тяжелая ситуация. Потому что, на самом деле, никакой республиканской партии больше нет. Есть партия Трампа. Есть секта Трампа. И это серьезная проблема. Эта республиканская партия, не знаю, восстановится или нет после того, как Трампа не будет уже на сцене. Тем более, что Венс, который, так сказать, явно претендует на то, чтобы стать следующим фаворитом избирательной гонки, он, насколько я понимаю, еще хуже Трампа. Да, совершенно верно. Игорь Александрович, а вот тут действительно, вот вы сказали, очень важный момент, да, ну, все обсуждали Ники Хейли, которая могла бы победить Байдена по социологии просто моментально. Но, к сожалению, республиканская партия приняла решение, ну, как вы сказали, республиканская партия переживает кризис. Но тут возникает кандидатура среди демократов, которую лично я слышу в эфире уже четвертый раз. Фигура Джорджа Клуни. Как вы относитесь к такому, значит, к такому выбору? Многие пишут и говорят публично, что Джордж Клуни может стать кандидатом в президент. Опять же, насколько это фантастическая конспирология? Не знаю. Я думаю, что надо, понимаете, то, что он, у него, конечно, очень высокий рейтинг известности, но насколько он раскручен именно как политик, это... Нет, он не раскручен как политик. Ну, вот именно об этом речь. Понимаете, значит, обычно, когда говорят об успехах актеров в политической деятельности, приводят в качестве примера Рейгана. Но Рейган все-таки, прежде чем стать президентом, он довольно долго был... Губернатором Тайфорнии. Губернатором самого большого штата в Соединенных Штатах Америки, самого населенного и самого, так сказать, ну, я бы сказал, экономически увесистого. Вот. Огромный штат, сложный очень штат. И он на протяжении ряда лет был губернатором этого штата. Это огромный опыт. Практически это, в общем-то, ну, как бы... Ну, это вся страна. Да, поэтому... Поэтому я думаю, что... Я думаю, что Джордж Клоуни – это маловероятно. Ну, посмотрим. Могу ошибаться. Игорь Александрович, когда готовилась к интервью с вами, прочитала огромное количество американских материалов, значит, ну, и там среди общих вопросов, которые американские журналисты задают, там, политику, Вашингтон-Пост, Нью-Йорк Таймс. Вот вопрос звучит следующим образом. Как поменять антиукраинскую позицию Джей Ди Вэнса, кандидата в вице-президенты США? Ну, и, конечно, возможно, адресую этот вопрос вам. Через запятую, как поменять антиукраинскую позицию Трампа? Я думаю, что это невозможно. Я думаю, что это совершенно невозможно, потому что и Трампу, и Вэнсу наплевать на Украину, наплевать абсолютно на все. И если говорить, ну, особенно это касается Вэнса, потому что Вэнс сегодня просто сел в поезд за спиной Трампа. Это человек абсолютно беспредельно циничный, беспредельно беспринципный, извините за такое вот масло масляное. Это абсолютно беспринципный человек, человек, который совсем недавно на слуху очень многих американцев называл Трампа американским Гитлером, идиотом. И потом, когда он понял, что только благодаря Трампу он сможет стать сенатором, он, так сказать, быстренько переориентировался и очень долго лизал задницу ему для того, чтобы тот сделал на него ставку. В конце концов, так сказать, благодаря этому он стал сенатором. Сейчас он продолжает это замечательное занятие, и благодаря этому он стал вице-президентом. Поэтому он будет смотреть, что ему Трамп скажет, то он и будет делать. До тех пор, пока Трамп будет у власти. Как только Трамп, так сказать, перестанет быть хозяином республиканской партии, президентом, то я думаю, что Вэнс первый его предаст. Ну, это такой тип личности, он очень хорошо известен. В России он немало распространен. Поэтому шансов на то, что как-то можно изменить извне, на эту позицию, кто-то может на это повлиять, а на это может повлиять только, так сказать, какой-то массовый избиратель, и то вряд ли. Я думаю, что шансов немного. Уважаемые аудитории, традиционно просим вас поставить лайк, напишите комментарий, подпишитесь на YouTube-канал Игоря Яковенко, и подпишитесь, пожалуйста, на мой YouTube-канал. Если вы нас смотритесь на канал прямой, нажмите на название, там будет возможность это сделать. Все ваши комментарии приветствуются. Ваш взгляд, откуда вы нас смотрите, география просмотров тоже очень интересная и ценная для нас. Игорь Александрович, подходим к такому сложному вопросу. Это инициатива президента Зеленского. Он, кстати, в последнее время артикулирует ее достаточно часто. Это второй саммит мира. Обязательно перед президентскими выборами в США, то есть до ноября 2024 года. И как сказал президент Зеленский, мы обязаны подготовить мирный договор до ноября месяца. Это сложная тема, потому что сложно понять, как можно договориться с Россией, которая хочет все, и Украина, которая, к сожалению, пока что не может контрнаступать. Опять же, все мировые медиа пишут, что недостаточно оружия, оно идет очень медленно, 6 F-16 до конца лета, но этого недостаточно для контрнаступления, поэтому мы не можем говорить с Россией с позицией силы. Как вы видите ситуацию в целом? Я не вижу ее никак. Я думаю, что вообще все эти саммиты мира... Понимаете, вот я думаю, давайте так. Вы видите возможность мира в конце этого года? Я нет. Я тоже нет. Вы видите возможность переговоров с Путиным, который просто хочет, очевидно, хочет уничтожить Украину? Он об этом говорит, он это делает, он убивает детей, он направляет ракеты на роддома, на детские больницы. Вы видите возможность с ним переговоров? Нет. О чем? Я не вижу. Следующий вопрос. Извините, что я, так сказать, поменялся с вами местами как-то нечаянно, и задаю вам вопросы, но это важно. Вы считаете, что Зеленский и его окружение намного глупее нас с вами? Конечно нет. Я тоже так не считаю. Я не считаю, что Зеленский глупее меня. Уж точно. Во всяком случае, в том отношении, в котором вырабатывается политика и интересы Украины. Точно нет. Поэтому я думаю, что вот все это, это, извините, но некоторый спектакль. Это некоторый спектакль для того, чтобы, понимаете, Путин все время говорит о мире. Он говорит о том, что он готов к переговорам, а вот злобный Зеленский, злобная Украина не хочет мира, хочет воевать. Они сами себе запретили вести переговоры и так далее. Я думаю, что и в целом это очень невыгодная позиция для Украины. Потому что, смотрите, Путин миротворец, а Украина агрессор хочет воевать. Ну, дело не в том, что там кто на кого напал, но вот сейчас, да, сейчас гибнут люди. Путин хочет, чтобы они не гибли, а Украина по-прежнему и настаивает, чтобы гибли. Эту позицию надо менять. Ее надо каким-то образом, значит, разрушить это впечатление, которое у каких-то наивных людей или не наивных, а просто не желающих смотреть правде в глаза может возникнуть. Речь идет о глобальном юге, но и о целом ряде европейских политиков, которые тоже суетятся по поводу мира. Мы видим, что делает Орман и так далее. И в целом, я думаю, что это единственное, что мне приходит в голову, когда я пытаюсь объяснить себе, почему, откуда взялись вот эти саммиты мира. Что же касается проведения второго саммита мира до президентских выборов, у меня есть такое ощущение, что это ошибка. Потому что, во-первых, ну какое приращение, вот какое приращение по сравнению с первым саммитом может быть? Тем более, что совершенно очевидно, что Россия на этот саммит не приедет, и уже об этом было сказано. Да. То есть, я уж не говорю о Путине, это вообще невозможно. Но даже какая-либо российская делегация на этот саммит не приедет. И тогда... И правильно мы понимаем, что они ждут победы Трампа? Как они могут идти на какой-то саммит мира, если они ожидают, что победит Трамп, и все, и не поделят мир? Не понимаю. Не понимаю. Вы знаете, это тот случай, когда я думаю... Вот я себе объясняю, потому что надо же понимать, что движет руководителями Украины, которым мы все желаем победы. Но в данном случае я думаю, что это только одно. Это желание выбить из рук Путина козырь, который у него возникает, когда он говорит о мире. Он все время говорит о мире, он говорит, мы готовы к переговорам, мы готовы к переговорам. Орбан бегает по планете, значит, истоптал весь глобус, и постоянно, так сказать, как этот голубь мира, все кругом загадил, и, значит, постоянно говорит о том, что вот давайте я приеду, значит, в Украину, говорю о мире, приеду в Россию, говорю о мире, в Китай, говорю о мире, в Соединенные Штаты Америки к Байдену, тоже буду говорить о мире. И в конечном итоге, так сказать, получается вот этот переговор обессия, который возникает в результате инициатив Виктора Орбана, в результате совершенно безумного письма 51 лауреата Нобелевской премии, которые, так сказать, говорят о том, что вот надо немедленно заключать мир и так далее. Вот это все создает определенный фон, на котором, ну, над Украиной нельзя отмалчиваться. И я так понимаю, что вот решение о проведении вот этих вот саммитов мира, которые, конечно, никакого отношения к миру не имеют, особенно те предложения, которые по повестке дня, которые, скорее всего, будут на втором саммите. То есть, да, это замечательная вещь, когда люди говорят о том, что надо сделать обмен пленными. Какое отношение обмен пленными имеет к миру? Никакого. Люди говорят о том, что нужна свобода судоходства в Черном море. Какое отношение свобода судоходства имеет к миру? Никакого. Ну, то есть, понимаете, это все, значит, это все у нас, с моей точки зрения, спектакль. То, что очень хорошо, что ведутся какие-то разговоры об обмене пленными, это замечательно. Это будет здорово. Только что был обмен пленными, очень хорошо, люди вернулись в Украину, это здорово, живые, по крайней мере. Это замечательно. Но это никакого отношения к миру не имеет. Нельзя называть такие вещи саммитом мира. Вот, мне кажется, ну, скажем так, мотивы мне, я думаю, понятны, но сам, так сказать, исполнение, мне кажется, не самое удачное. Хотя я понимаю, что перетянуть на свою сторону какие-то страны, это дипломатическая работа серьезная. Дай бог ему удачи, украинским дипломатам. Игорь Александрович, учитывая все вышесказанное вами сейчас, объясните, пожалуйста, мотивацию поведения Запада и Америки. То есть, почему нам не дается достаточное оружие, хотя бы, я говорю, для того, чтобы мы освободили юг Украины, например, чтобы у нас была самая сильная позиция. То есть, Запад, очевидно, склоняет нас к переговорам, но в то же время Запад не дает нам того оружия в достаточном количестве, и поставки очень медленные, и мы сейчас находимся в невыгодной для нас позиции. Как вы видите, дальше могут развиваться события, и почему Запад не дает на сегодняшний момент, то же самое Байден, как лидер Вильна Освит, у глава свободного мира, почему он не дает нам то количество оружия, чтобы мы хотя бы вышли на границы 23 февраля 2022 года. И хотя бы на это, почему не дается нам ни оружие, ни ничего. Вы знаете, я думаю, что позиция Запада здесь является ошибочной, но мотивы, которыми руководствуются лидеры западного мира, они понятны. Они ошибочны, но понятны. Эти мотивы заключаются в том, что Запад, во-первых, не хочет, чтобы Россия потерпела катастрофическое поражение, потому что, во-первых, бояться, что Путин, оказавшись на грани тотального поражения и, возможно, даже физической смерти в результате этого, может нанести ядерный удар. То есть, это что называется, последний удар, мертвая рука, когда уже потерпев поражение, Путин может пойти на крайние меры. Я не думаю, что это произойдет. Я думаю, что этого не произойдет. Но, вы знаете, вот здесь такая ситуация, когда проверять не хочется. Вот проверять не хочется. Это первое. И второе, Запад боится развала России. Так же, как они боялись, ну, не эти же самые люди, а их предшественники боялись развала, распада Советского Союза. Уговаривали, чтобы Советский Союз не распадался. Были противниками того же самого Ельцина, были сторонниками Горбачева, который пытался сохранить Советский Союз. Ельциным пришлось долго выстраивать отношения с западным миром. Его не принимали поначалу, как человека, который поучаствовал в развале Советского Союза. Пытались сломать об колено украинских лидеров, которые, пытаясь не допустить декларации о независимости. Потом очень долго, так сказать, ломали через колено украинских лидеров для того, чтобы заключить, значит, Будапештский меморандум. То есть распада России они точно не хотят и точно боятся. Они не понимают, что делать со всеми этими территориями, в которых может начаться хаос. Они не знают, что делать с ядерным оружием, которое, по их мнению, может начнет расползаться, попадет в непонятно какие руки, может быть, даже криминальные. То есть они панически боятся распада России. И это тоже фактор сдерживающий. Я-то считаю, что это ошибка, потому что я считаю, что распад России – это, да, тяжелый, скорее всего, кровавый, возможно, кровавый процесс, но это оптимальный вариант для того, чтобы избавить человечество от той угрозы, которая исходит от Российской империи, которая стала фашистской уже за последние 10 лет. Поэтому я думаю, что это ошибка. Но это их ошибка, понимаете? Это их ошибка. И поэтому вот каким-то образом, ну, слушайте, сколько было разговоров по поводу того, что не надо сопротивляться распаду Советского Союза. Тем более, что, ну, поздно сопротивляться. Нет, по-прежнему пытались, так сказать, воздействовать, пытались как-то сохранить Советский Союз, потому что боялись хаотических процессов на огромной территории. Серьезный у нас разговор сегодня. Игорь Александрович, благодарю вас. Уважаемая аудитория, пожалуйста, поддержите наш контент, поставьте лайк и пишите комментарии. Для нас это очень ценно. И ваши слова, теплые слова в поддержку Украины для нас действительно очень важны и цены. Игорь Александрович Яковенко, известный журналист, блогер, ютубер, не побоюсь этого слова. Игорь Александрович, благодарю вас. И традиционно до встречи на следующей неделе. Спасибо, Даша. Берегите себя. До встречи на следующей неделе.